туз 10 решил почекать да почему да я решил почекать как-то я не знаю мне показалось что у меня рука где-то в середине находится у меня нету очевидного здесь в льюбета при этом я готов играть ну кол терна если он начнет баррелить ну как были в общем на терне я уже решил что буду разбираться на флопе я просто не понял хватает у меня эквити на волю бетли не хватает ты просто решил что ты здесь не хочешь поставлять настолько широко до начиная от третьей пары то есть вроде бы как трудно придумать причину для ставки вроде бы мы ну не вылью бы этим руки хуже потому что он выкидывает свои восьмерки семерки шестерки пятерки да это текстура на которой фолдит покеты как раз таки а почему вот здесь покеты фолдит а на других досках андер пары могут коль как раз таки причина в том что здесь у оппонента огромное количество годшотов огромное количество партии по король икс тейкс и же x то есть ему не нужно калеровать здесь покеты вообще вот поэтому они то есть мы ничего не были бы этим при этом превращать в блеф сильную третью пару вроде бы как не нужно да у нас для блефа есть руки лучше у нас тут есть ахая для блефа какие-то дома иксы для блефа в конце концов тут хорошо блефуются двойки тройки чтобы выбивать оппонента четверки пятерки шестерки и так далее да то есть туз 10 как бы хочется нету не в ту категорию не в категорию вали бы это не попадает не в категорию блефа не попадает значит мы ее просто чекаем окей а по нет чекнул потерну а почему потерну ты решил чекать не знаю как показалось у нас рука ну в принципе наша рука не боится ничего вот вообще ну как вообще ничего и я уже хоть но хотел ее протащить на шоу-даун и принципе коллировать то есть собрать с его блефов так скажем я посчитал что вели у меня тут особо нет но с его блефов я могу собрать смотри а вообще стремись как если ты особенно получил два чека подряд стремись как можно чаще ставить свои любые готовые руки ну и как бы и много блефовать до причина здесь банально простая нам не нужно слоу-плеить вот что ты сделал сейчас допустим потому что оппоненты не до блефа выводят очень сильно конкретно в этой раздаче ну 6 х я по им просто не осилил да на самом деле он здесь не может блефовать просто не может потому что он понимает что все ахай никогда не выкинут на его ставку да то есть он здесь не справился с эмоциями ну так сказать собой да и думает что он там чего-то в при этом он блокирует твои пакеты пятерок шестерок что как бы не очень хорошо то есть он блокирует твои фалды вот я понимаешь я выгляжу на ахай вот то есть видишь вот то есть суть чем из-за того что люди не до блефовывают нам не нужно ничего слоу-плеить при этом мы своим бетом черном да мы конечно выберем вот такие руки по 65 но мы не против их выбить в том плане что но мы не мы не рассчитываем часто от них получить блеф какой-то но тут еще вот что важно мы еще и добираем начинаем добираться каких-то рту спали ничьи после чек-чека флопа оппонент во первых уже на терне сможет заколить некоторые андер пары по спарке валета да типа восьмерки там семерки шестерки может уже не выкинуть на треть это раз плюс к еще можно придумать колы от рук хуже типа и у него есть 10x и хуже например да вот смотри да он может не выкинуть на треть потерну ну то есть там часть узык сов плюс еще смотри тут чем фишка когда мы у него конечно могут быть в чеке ну короли какие-то да ну там пусть и допустим слабый король пусть будет король 3 то смотри какая фишка когда он чекает потерну свои король 3 и ты ставишь его треть стуз 10 на терне он никогда не резит тебя с король 3 также то есть и получается что падает ривер пускай любой даже ривер не только король любой ривер и вы играете чек-чек и он король 3 выигрывает раздачу смотри в чем фишка когда здесь потерну ставишь условную треть ты во первых ты еще ты начинаешь добирать уже с каких-то рук хуже и второе ты не даешь руке лучше своей реализоваться противную реализовать equity против тебя большой ставкой то есть он а ты ставишь ему шах и мат ты во первых добираешь с рук хуже а во вторых не даешь рукам лучше с тебя добрать много то есть как то есть ты сейчас на ривере играешь чек-чек и он как бы с лучшей рукой выигрывает маленький банк только потому что ты поставил на терне эту треть если ты на терне пропускаешь бет то на ривере он в тебя много ставит королем и ты там уже сидишь как бы думаешь что делать со своей десяткой либо выкидываешь соответственно сжигаешь свою руку либо коллируешь и соответственно оплачиваешь руке лучше а так ты не дал ему оплатить свои ставка терна поэтому по линии когда оппоненты несколько раз чекают с рим стремись и и часто очень маржона оставить это первое и ну как бы блефовать тоже очень круто в два человека мы это знаем ли не очень слабая поехали дальше опенрейс колл от слабого игрока сквизим реак падает отлично остаемся в казапе с випом низкая текстура оппонент похож немного на агрессивного хоть и выборка небольшая поэтому если оппонент агрессивный в таком случае то чаще стоит чекать если он очень пассивный то можно и поставить я решил сыграть чекбэк вышла лучшая карта он ставит крупно у нас очень сильная рука на борде есть немало дров я думаю мы обязаны рейзить так как хотим забрать его стек и защищаться от его флеш дров и так далее поэтому думаю обязательно тут стоит рейзить сайзинг стоит выбрать я думаю в районе 50 бб ну да чтобы ривер у нас был комфортный пуш а и мы получаем плоский 3-бет вообще плоский 3-бет это очень сильное действие которое определенно стоит уважать у оппонента здесь из сильных рук есть в принципе все сыты могут быть депера через короля 5-8 могут быть тоже у него вполне какие-нибудь 5-2 иногда могут проскочить поэтому в принципе против такого не особо известного любителя когда мы получаем 100 пары 3-бет в 3-бет банке стоит просто выкинуть потому что ну нужно там конечно увидеть там раз в год какие-нибудь валет 10 мастевые но обычных просто сыграет колом и все 3-беты не будут рейзить особенно плоские поэтому на первый раз мы просто падаем если он будет делать так часто то мы уже будем его как-то вскрывать более либерально а на первый раз я бы такие действия от него уважал так пара валетов стандартное открытие получаем 3-бет так я решил здесь сыграть через 4-бет по той простой причине что первых это фиш во вторых у него довольно такие приличные 3-беты он будет тоже всякий мусор тянуть он даже 4-беты широкие в 6 процентов то есть он очень будет при флоп агрессивно играть на постслопе немножко уже потайтове он себя ведет но на при флопе очень агрессивно поэтому я считаю что валеты здесь будут очень хорошей рукой против него в среднем в таких позициях я с валетами играю через кол в принципе всегда вот только за редким такими исключениями я могу сыграть через 4-бет вот здесь я именно так и сделал он нас уравнял выходит флоп ну скажем так так себе у него приличное количество туз дам король дам также есть дама валеты одной масти две комбинации нельзя исключать даже дама 10 ну дам а 9 думаю это уже перебор также мы бьем пары десяток с которых можно вэлью бетить мы бьем пару девяток какие-то 8-7 которые он так решил сыграть 9-8 возможно туз 8 все таки это фиш поэтому нельзя убирать эти руки из его диапазона так что принципе здесь ситуация примерно я бы сказал что 50 на 50 мы либо впереди либо позади здесь сложно сказать потому что диапазон четкий его мы не знаем я решаю здесь видимо поставить небольшую ставку на на такие сделал не хочу я сыграть чек а потом сидеть и думать что дальше делать все таки это фиш мы получаем он не это очень хреново реально очень фигово но я думаю против такого оппонента мы не можем здесь фолдить хотя возможно и я не прав напишите в комментариях как вы бы эту раздачу сыграли уравняли или нет довольно таки сложное решение если бы было чуть побольше информации хотя в принципе так 1100 рук прилично выигрыш при вскрытии 45 ввсф 48 тяжело сказать насколько он фишной насколько он перебарщивается агрессия то есть вроде бы 1.6 агрессия но чек рейзить рейзить все это он умеет я предположил что у него есть да мы флэш дро блокирована у него все таки есть флэш дро типа туз короли туз десятки червовые возможно какие-то тузы с червой ниже типа туз 9 но это не факт у него есть десятки девятки которые он мог бы таким образом сыграть да у него могут быть дамы и вопросы выставился бы он сразу или нет есть вероятность что да хоть он и в позиции но он может с дамой выставиться сразу же то есть здесь такое сложное решение если было чуть побольше информации на оппонента можно было сделать более верное решение а так я затрудняюсь сказать я бы сказал что здесь примерно поровну между фолдом и выставлением посмотрим что я здесь именно сделал все таки решил уравнять посмотрим что у него здесь было насколько он фишной так терн туз еще вышел ривер двойка карты конечно отстой у него много есть тузов также могли быть флэш дро который мы до этого били теперь уже не бьем то есть по факту мы сейчас бьем какие-то десятки девятки и непонятные восьмерки типа 9 8 8 7 которые он решил впихнуть по сути все в итоге в него показал такую руку веселую я даже такую руку вообще в диапазон его не закладывал хотя я там перечислял даже такие руки как туз 9 8 7 9 8 но вот такую руку я его у него даже не вбивал диапазон вот так вот обязательно сделать нос нужно на такого оппонента и следующий раз нам будет намного проще то есть здесь выставиться то есть не было бы так тяжело нажимать этот кол зная что он такого чушь творит сейчас будем смотреть и разбирать все это что как и почем так но это стандартный трибет да здесь у нас оппонент коллирует выходит текстура в принципе что на такой текстуре она не стритовая да здесь есть какие-то дро но опять же оппонент нее цепляется не сильно лучше чем мы да у него есть сет четверок которого у нас нет но в целом сет шестерок может быть у нас и у него у него может быть правда чуть больше но не факт сет девятки есть у меня и у него рук 6 4 9 6 и 9 4 у него нет и у меня тоже нет соответственно мои тузы и короли и дамы здесь вполне могут рассчитывать поиграть на стек вот ставим стопроцентную треть опять же когда мы ставим стопроцентную треть мы ожидаем что оппонент будет рейзить часть своих нацев те же самые сеты какие-то сильные дрон когда оппонент коллирует я кладу его на девятку на пятерки на семерки на руку 6 5 6 7 какую-нибудь там туз даму с тузом либо дамой крестей туз валет с тузом крестей возможно это король дамы тоже с крестовой картой а вот какие-то там червовая король дамы да но что-то типа такого выходит туз и нам как бы смысла ставить уже нет потому что если у него флеш закрылся если у него руки там типа пятерки семерки ну они так и остались ни с чем плюс опять же много были в бете мы тут не получим мы если мы десятки например без крестовой карты мы их и так и так выйдем как правило вот поэтому но тем не менее у него все равно еще могут быть руки типа туз дамы туза валетом можно проиграть поэтому просто чеками и здесь вот как бы четыре флеш вышло не стоит этого бояться потому что люди на этих лимитах практически не превращать готовые руки в блеф то есть я к чему если у меня есть какая-то пара например десятки те же самые до без креста он просто по чекам он будет считать что есть какой пикроскопическая шедовая и в целом просто возьмет и по чекам вот но у нее здесь оказалось 76 ну тоже неплохо то есть план полностью сработал больше покерводов и видео курсов от профессиональных игроков вы найдете вип-клубе нашего сайта пекарь стас . ком слэш vip друзья спасибо за просмотр и хорошего вам дня не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео а